Есть хорошая карма, означает благостная. Есть карма средней тяжести, означает страстная карма семейная. И есть карма тяжелая семейная карма, невыносимая карма, означает невежественная. Карма это что такое? Это то, что никак не связано с разумом. Вот допустим у человека есть сумка, тяжелая сумка 5 килограмм, ему надо ее как бы донести до дома. Если он несет просто на руках, это означает тяжелая невыносимая карма. Ну допустим ему трудно такой вес нести, тяжелая невыносимая карма. Но он же может доехать на машине, да? Не обязательно он будет нести до дома. Есть разные варианты как эту сумку нести, так? Иногда девушка просто такая она, смиренная такая, хорошая, пригожая, как говорят. И раз ей помогли сумку донести до дома. Такое же тоже бывает, так? Кто-то взял, помог. Девушка понравилась, помог сумку донести. Сама не стала нести. Что это значит? Это значит, что карма хорошая. Стала потому, что действует разум. Разум может менять карму. Допустим изначально карма тяжелая у человека бывает, тяжелая изначально. Рожденная прошлой жизнью. Почему тяжелая карма? Потому что в прошлой жизни в семье я так жил. Обычно как бывает? Вот допустим женщина, она постоянно думает о своем муже, который приносит ей страдания в семейной жизни. Думает, думает о нем. И в следующей жизни, так как она думала о нем, Аведа называет тонкое тело или психическое тело, в котором мы в общем-то и живем. Мы же не живем в грубом теле. То есть оно двигается, да, грубое тело. Но по факту счастье и страдания мы в основном испытываем от тонкого тела, от психики своей. И тонкое тело называется телом желаний. То есть какие желания у нас есть, так и формируется наше тело. Допустим я желание прилагаю к мужу. Хоть женщина прилагает желание к мужу, в следующей жизни она рождается таким же мужчиной, похожим на своего мужа. И начинает вести себя точно так же, как он себя вел. Почему? Потому что она на него обижалась, длилась. Означает, не принимала. Считала, что она лучше. Судьба говорит, раз ты считаешь, что ты лучше, пожалуйста, вот тебе такое же тело, попробуй вести себя лучше. Допустим, если человек говорит другому человеку, ах ты скотина, зачем ты бросил свою жену? Ну так, в сердцах, да? Судьба говорит, пожалуйста, если ты считаешь, что ты не скотина, судьба ему говорит, самому этому человеку, вот тебе такая же ситуация, попробуй не бросать свою жену в этой ситуации. Попробуй не бросить. Понимаете? То есть, мы не можем, не имеем права никого осуждать в этом мире. Но откуда возникает осуждение? Они возникают от привязанности. Смотрите, я хочу быть счастливым рядом с этим мужчиной. Хочу быть счастливым. Уже неправильно. Потому что веды говорят, что человек рожден не для счастья, а для сдачи экзаменов. Он должен выполнять свой долг в этом мире. Для чего? Для того, чтобы понять, что он душа. А душа всегда отдает, а не берет. Она всегда должна отдавать, а не брать. Она не должна помышлять даже о своем счастье. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Не желать, мечтать, желать, хотеть, отрудиться, отдавать. То есть, чтобы семейное счастье было, для этого надо заботиться обо всех и даже не помышлять о своем счастье личном. Тогда семейное счастье появляется в жизни. Сразу же. А если я хочу себе счастья, то его не будет никогда. Видите, сама идея, что я хочу счастья себе, уже ущербное все, она не приводит к счастью этой идее, к сожалению. Но мы об этом не знали ничего. Но незнание, оно ничего не меняет в нашей жизни. Итак, я хочу счастья от человека. И он, допустим, мне принес счастье в какой-то момент в жизни. И я уже на это рассчитываю. Это называется привязанность. Что такое привязанность? Рассчитывать на счастье. Допустим, у меня есть ребенок. Хороший такой ребенок. Хороший. И он мне дает счастье. И я на это рассчитываю. Так? Это означает, что дальше от этого ребенка начнутся страдания, потому что он в единицу времени, веда объясняет, человек меняется в сторону утяжеления кармы. То есть, маленький ребенок был, мало кармы на него действовал, он был хорошеньким. Потом он стал взрослее, на него больше кармы действует, стал не таким хорошеньким. Потом еще взрослее, больше нехорошеньким. Еще взрослее, еще больше нехорошеньким. А мать-то привязалась к тому, который был хорошеньким. И она ждет, когда же он теперь станет хорошеньким-то, а он не становится. И она переживает. Она говорит, Олег Геннадьевич, я за сына переживаю. Нет, вы не за сына переживаете. Вы переживаете за свое чувство счастья, на которое вы рассчитываете в своей жизни. Вот за что вы переживаете. Это не бескорыстное чувство. Я не за себя, Олег Геннадьевич, переживаю. За сына. Нет, моя хорошая, вы переживаете именно за себя. Потому что сыну как раз нужно наоборот, чтобы его оставили в покое, а не переживали. Он об этом много раз и говорит, мамочка, пожалуйста, не переживай, оставь меня в покое. Много раз говорит, но мамочка не понимает. Она говорит, я для тебя, сынок, стараюсь. Нет, не для тебя, а для себя. Я хочу наслаждаться сынком своим, поэтому я и стараюсь. Но как сделать так, чтобы он был счастливым на самом деле? Для этого надо оставить его в покое. Означает искать счастье внутри себя. Веды говорят, внутренняя жизнь является основой счастья. Допустим, я взяла, помолилась за сына. Смотрите, сразу успокоилась. Как вот сделать так, чтобы за сына не переживать? Я трясусь за сына, переживай. Потому что ты неправильно живешь. Твоя жизнь идет в неправильном русле. Как сделать так, чтобы за сына не переживать? Надо сесть перед святым человеком, начать поклоняться ему, кланяться ему. Думать, Господи, какой же ты возвышенный. Я хочу тебе служить. Жить по твоим законам, по твоим принципам. Как ты живешь? Это называется молитва. То есть молитва означает перенятие сознания. У Бога, у Его слуг. Ну то есть, кто более доступен. Если Бог доступен, пожалуйста, можно у Бога перенимать сознание. Если слуги Бога доступны, то есть святые люди у них. Человек внутренней жизнью, когда живет, ну допустим, человек не знает, что есть молитва, есть Бог. Хорошо. Внутренняя жизнь означает, я желаю всем счастья. Желать всем счастья сидеть. Я желаю счастья этому человеку. Я желаю счастья этому человеку. Я желаю счастья этому человеку. Внутренняя жизнь. Отдавать. Забыла. Про сына забыла, что у него плохо. Молишься. В сердце появляется, так как человек живет в правильном русле, идет, жизнь его течет в правильном русле, у него в сердце появляется сила. Он чувствует силу внутри, удовлетворенность, спокойствие. Почему? Потому что, когда человек в правильном русле идет, всегда внутри, в сердце возникает радость, счастье. Откуда это берется феномен, интересно знать. Поэтому человек ищет, куда мне идти в жизни, куда мне идти, почему он ищет? Потому что он чувствует, что там что-то не то. И веды объясняют, что вот это что-то не то, что я чувствую внутри. Это и есть та личность, ради которой мы живем. Там вот что-то не то или что-то то. Веды говорят, в сердце человека есть представительство Бога. И это представительство Бога, оно обладает энергией счастья. Если что-то то, то я испытываю счастье. Вот кто испытывает счастье от этой лекции сейчас, поднимите. Значит, Бог доволен вами. Кто не испытывает счастье? Остальные воздержались. Принято единогласно. Ну, кто-то не испытывает, это факт. Это значит, Бог недоволен. Здесь делать нечего на этой лекции. То есть здесь надо быть тем, кому Бог внутри доволен. Он чувствует счастье правильно. Я сюда пришел правильно. Это значит, Бог доволен. Все. Вот я чувствую, что я правильно сюда пришел. Вот отгадайте, почему я так чувствую. Потому что очень много разумных людей сидят и меня глупца слушают. Итак, идея в чем заключается? В том, что там внутри есть сила определенная. Веды говорят сверхдуша, представительство Бога, которое определяет, как нам жить. И если мы же идем неправильным путем, там внутри беспокойство. Но веды учат, объясняют, как правильно. Правильный путь означает всегда путь внутрь себя. Не снаружи, а внутрь. Например, муж меня мучает. Путь внутрь себя означает сказать себе, я сама виновата. Но не говорится. Не говорится. Когда больно, человеку очень трудно признать, что он сам виноват в том, что вот такая ситуация в его жизни. Он же меня мучает, а не я его мучаю. И для этого нужна дополнительная энергия, дополнительная сила. Поэтому человек уединяется, чтобы получить знания, понять ситуацию, принять в жизни. И начинает молитву свою. Кланяется святому человеку, настраивается на него, хочет жить, как он. Потому что святой испытывает счастье от жизни, а я нет. Он правильнее живет, в правильном русле живет. Начинаю молиться ему. Раз, мне спокойно стало. И в этом спокойствии надо себе сказать. А теперь прими это, что мир соткан из справедливости. И тебе достался такой муж, который тебе положен. Это принятие означает видение своей судьбы. Когда человек принимает вот такого мужа, это означает, что он видит ту часть кармы, ту часть судьбы, которая сейчас действует в его сердце. Мы всегда свою судьбу боимся и не любим. Поэтому мы страдаем, невежестве живем. Когда человек принимает свою судьбу, он испытывает счастье, потому что Господь в сердце говорит, молодец.